Приветствую! Оксен Лисовой, министр образования, стал не просто первым министром, который сделал это. Он стал первым человеком, который это сделал. Что же это? Обо всем по порядку. Когда Оксена Лисового назначили министром образования, сразу же разгорелся плагиатный скандал. И его обвинили в плагиате, что в принципе абсолютно нормальная ситуация. У нас так заведено, что любого человека, который заходит на какую-то серьезную должность, и если у этого человека есть ученая степень, конечно же его обвиняют в плагиате. И в принципе это уже норм. И обычно что люди делали в этих ситуациях? Они выходили и говорили, да вы что, да вот, посмотрите, вот у меня есть результаты независимой экспертизы, никакого плагиата нет, в худшем случае там собирались советы, которые проверяли и говорили, мы проверили, все классно, плагиата нет. Что сделал Лисовой? Он сделал ход конем, что называется. Он сделал иначе. Он сказал, окей, если у меня плагиат, если вы найдете плагиат, я откажусь от ученой степени. И он подал свою работу, которая выносилась на защиту для получения ученой степени, в Назява, чтобы Назява проверила на плагиат и сказала, есть там или нет. Вслед за ним сделал то же самое Сергей Бабак. Это глава парламентского комитета, который отвечает за вопросы образования. И вот они вдвоем подали, это было уже пару месяцев назад, и с тех пор была тишина. Вот тишина, вообще тишина. Потом где-то пару недель назад появляется информация о том, что появился порядок, по которому человек может отказаться от ученой степени. И снова тишина. Ну, появился порядок и появился делов-то. И вот сегодня в сети появляется информация и даже скан приказа о том, чтобы принять у Аксена Лисового его отказ от ученой степени. Заметьте, кстати, в этой цепочке мы что-то пропустили. Да, что мы же пропустили? Мы пропустили позицию Назява. Назява пока ничего не сказала, есть плагиат или нет. Но, видимо, они не успели проверить. И пан министр решил, не дожидаясь этого, чтобы не было вообще никаких больше обвинений, взять и отказаться от ученой степени. Такого в Украине еще не было. Люди всегда дорожат своими учеными степенями и кричат, да я же науковец, да как вы смеете, да никакого плагиата у меня нет. А здесь человек взял и отказался. Что это значит? Я думаю, ничего хорошего это не значит. Ничего хорошего не значит для плагиаторов. Почему? Потому что человек, который прошел по сути сейчас обряд очищения такого, да, он, конечно же, будет заниматься теперь ребятами, которые платили деньги за то, что им напишут диссертации. В эти диссертации не всегда, как мы понимаем, добросовестно вставлялся текст. Он не писался, он компилировался. Понятно, где-то есть ошибки. И вот этих ребят, конечно, сейчас, я думаю, займутся ими и будет хорошо. Но что это значит для всех остальных? Для всех остальных я надеюсь, что это хороший знак. Хороший знак в каком смысле? Пройдя вот такой обряд очищения, да, и плюс напомним, что Аксен Лисовой, тот человек, который там ман возглавлял, создал ее по сути, да, и развил в тот ман, который мы знаем сейчас. Этот человек, который, имея возможность не идти на фронт, добровольцем пошел воевать. И теперь еще он очищается вот таким образом. А это значит, что человек, по сути, получает определенный карт-бланш, как со стороны власти, так и со стороны общества, на то, чтобы менять образование. И я очень надеюсь, с учетом таких вот мувов, да, что этот человек пришел менять образование в лучшую сторону. И я искренне надеюсь, что те реформы, которые будет проводить Аксен Лисовой, действительно изменят образование в лучшую сторону, а там есть что менять. Потому что, к сожалению, да, по сути, те, кто учился в последнее время, да, и те, у кого дети учатся, знают, что, ну, скажем так, есть у нас небольшие недостатки в образовании, мягко говоря. И, безусловно, там нужна реформа, там нужны, ну, такие серьезные изменения, да, базовые изменения для того, чтобы привести это в тот вид, который действительно востребован сегодня. И чтобы образовательные учреждения готовили действительно людей, которые могут работать, могут выживать в условиях современности. И будем надеяться, что Аксен Лисовой будет это делать. В конце концов, базу для этого он уже подготовил, да, он прошел вот это такое очищение. Хотя, хотя, конечно, нам интересно, что нам интересно, а что же скажет Назява, да, вот будет ли результат проверки его работы на плагиат. И в этом смысле, кстати, как человек, который писал свою работу, да, скажу честно, я даже в своей работе нашел плагиат. Почему? Потому что текст большой, и ты все равно где-то что-то ты упустишь. И всегда же вопрос не в том, есть ли в твоей работе плагиат или нет. В любой работе, мне кажется, можно найти плагиат. В любой работе можно найти там какое-то предложение, которое ты у кого-то взял, да, и я имею в виду предложение в смысле, как, как это сказать, грамматическую единицу, да, и, ну вот, не поставил ты ссылку. Ну, такое бывает. Вопрос же всегда в том, это всего лишь одно предложение, один абсац, либо 50% твоей работы, да. Вот это всегда самое интересное. Ну, и, кстати, там, где обвинения Лисового были, да, там не показывали нам какой-то громадный процесс работы его, ой, громадный процент работы. Там показывался, ну, там, отдельные абзацы. Но отдельные абзацы на самом деле можно просто вот, ну, просто потерять по себе, знаю, да. Ты, я как юрист, я понимаю же, вот, вопросы плагиата как юрист, я выписывал свою работу, да, я вычитывал ее таким образом, чтобы там не найти, не было никакого плагиата. Ну, все равно, когда это, да, ну, кандидатская там 160 страниц у тебя идет, ну, все равно где-то ты можешь пропустить. Вопрос в чем? Вопрос в том, вообще, как мы подходим к этому вопросу, да. То есть, если мы лишаем людей плагиата, лишаем людей кандидатской степени, докторской степени за один абзац, либо же за 50 процентов. И всегда, так, это уже не то. Подводя итог, очень бы хотелось, чтобы вот такое символическое очищение министра, оно ознаменовало новый переход, новый уровень системы образования в Украине, чтобы мы в итоге, в итоге работы Аксена Лисового получили систему образования в Украине, которое будет отвечать наивысшим мировым стандартам. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok